В Иванове продолжается торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных медалей ветеранам. Участники боевых действий собрались в концертном зале творческого объединения «Классика». Поздравить ветеранов пришли временно исполняющие полномочия главы города Ольга Белолапова и кавалер двух орденов мужества и ордена за военные заслуги полковник Александр Зорин. Поздравляем наших ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше, но тем не менее мы помним о них, знаем их подвиг и стараемся им соответствовать. Я являюсь внуком фронтовика, который прошел от Сталинграда до Берлина. Естественно, для меня это очень почетное мероприятие. Ольга Белолапова перед вручением медалей поздравила ветеранов с наступающим праздником и рассказала о своем деде, который прошел всю войну, однако до юбилея победы дожить не успел. Он пришел без руки, с осколком в ноге. Он не любил рассказывать о войне. Но в День Победы он выпивал свои 50 фронтовых грамм, горько плакал и пел песню. Бьется в тесной печенке огонь. И это я пронесла с собой на всю жизнь. На торжественной церемонии были даже ребята из поисковых отрядов. Они организовали выставку военных предметов, найденных на археологических раскопках в нашей области. Кроме того, по доброй традиции на мероприятии присутствовали волонтеры, которые являются постоянными участниками таких мероприятий. Мы встречаем ветеранов, помогаем им раздеться, предлагаем им чай, проводим зал, спрашиваем, удобно ли им, комфортно ли им присутствовать здесь. Проводить такие мероприятия очень важно. Нужно дать понять ветерану, что они не одинокие, и мы все помним о этой великой дате. Всего в Ивановской области 517 ветеранов, однако не все смогли лично присутствовать на награждении. Фронтовикам, которых не было на церемонии, юбилейные медали вручались на дому.